Ты знаешь, я был в баптизме, в отделенном баптизме. И знаешь, какая одна такая из больших проблем, которые там есть. То есть я не хочу там что-то плохое говорить, но именно проблема касательно душ, касательно я это прошел, с людьми, которыми я общался, тоже об этом говорят, это именно когда люди берут на себя подвиг не потому, что уже к нему готовы или сердце влечет, а потому, что как посмотрят на это общество. Ты понимаешь, да? Вот представь пример, человек решил там в каком-то вопросе, это самая простая какая-нибудь сестра, решила выглядеть так, как Господь от нее хочет. Но она это делает с ропотом, но, видимо, приходится делать. Потому что отлучит от этого общества и так далее и так далее. Но это называется не ради Господа, а ради мира опять же. А это Господь ведь отвергнет себя, в первую очередь отвергнет своих вот этих чувствований, что тебе скажут, что подумают. там, именно в этом есть отречение себя. А слушай, знаешь, на вопрос, а ты вообще сейчас иконописи вообще не стал заниматься, да, получается? Да я сегодня все на проповедь, все свои силы уже Господь отвел от этого. Какой смысл этих икон, уже их завален мир или... Нет, знаешь, какой смысл? Смысл в том, что вот, допустим, у меня отношение к иконам, я слышал твои как бы рассудения, из-за этого я тебе сразу говорю, отношение там как бы здравое, так называемое, я не считаю это Богом там или обязательным какие-то, но все равно, допустим, ходя по тем же, даже заходишь в храм, зайдешь в церковную лавку. Сегодня посмотришь, к сожалению, очень трудно даже, знаешь, такую икону найти, которая была бы по сердцу. То есть, настолько сегодня вот это, не знаю, или западный стиль, не знаю, что это такое, проникает. Может быть, даже не могу объяснить, что это такое, но ты, наверное, сам знаешь. Такие какие-то, не знаю, они становятся... Халтура одна. Не знаю. Только халтура. А? И халтура, да еще, знаешь, такая, какие-то, ну, веселые какие-то иконы, вот так называемые. То есть, как-то духовности-то в них особо нет. Вот. И из-за этого все равно вот так и осмотрел у тебя-то работу. То есть, и даже ролик-то вот тоже не так давно у тебя где-то там вышел, по-моему, где-то как раз под изображение Господа, ты там комментарий-то дал, что как раз ты и старался удерживать стиль классический. Времена уже, понимаешь, времена уже не те. Надо сегодня, сегодня уже живого Господа, видишь. Настолько народ развратили вот этим фетишем, вот этими всякими тряпочками, матронушками там. Ну, я не иду, что о Матроне, а самой я ее ничем не унижаю, а о том, что сделали из этого образ такой, фетиш вот это и все, понимаешь, участвовать в этом не хочется, потому что это к чему все делается. Это, может быть, люди и как бы и не хотят делать этого, но это духовно сам сатана готовит почву для своего прихода. Это почва для чудес. Он готовит именно православных людей к тем чудесам, которые будут показывать и прельщать людей. Ты представляешь, когда придет антихрист и скажет, я Христос и начнет вот эти чудеса показывать, которые ждут православные сегодня. Конечно, они примут его за Бога, за Христа. Конечно, они скажут, что это пришел Христос, второе пришествие его. Ну, а слушай, вот среди тех, кто к тебе обращался и так далее, здравые люди все равно были, которые не для каких-то... Да, я таким людям, я до сих пор и продолжаю, мы и делаем иконы. А, ну, то есть из той базы, которую ты как бы написал тогда? Ну, да. Я как бы стараюсь, ну и как, и стараюсь, я молюсь в первую очередь, у Господа спрашиваю. Господь, я говорю, как человек-то вообще готов к принятию? Вот, сегодня спишет человек, вот, нужно там, допустим, у нас крещение, нужно, нужна икона там, срочно, поскорее крестим ребенка. Я уже понимаю, что это, как бы, ради чего, ну, вот, ради традиции, да, что нужно. Я уже таким людям, как бы, не делаю. Вот. Или, к примеру, да, где-то это, там, проблема здоровья или еще что-то. Ну, вот, да, она напишет, вот, посоветуйте сегодня, там, знакомые поженились, да, вот, как им лучше, какая нужна икона, чтобы у них улучшилась жизнь, понимаешь как. Вот, я на такие письма даже и не отвечаю. Ну, а зачем? А, и сказать-то нечего. Что скажешь? Скажешь, что иконы, я, как правило, ну, и пишу, часто, я говорю, да и доска, я говорю, ничем. Надо к Богу живому обращаться, а не к этим, не к доскам. Ну, ты че. Сегодня вот они ж баптисты и все там протестанты, и они ж правильно говорят, что это вот только православные отнекиваются. Да нет, нет, мы не такие. Да как не такие? Да все такие. Церковь-то идут и блуждают по храмам, ну, рассказывают, как ходят, только эти службы идут, а тут люди ходят, свечки, там, иконы целуют, спрашивают, а какая от чего икона. Да. Так все и есть, кругом одно язычество. Ну да, особенно там, где вообще никаких занятий спущества не проводят. Да дело в том, что людям и не нужны эти занятия. Опять же, по опыту вот с этими, говоришь с людьми, с катехизаторами, с какими-то там, ну, которые занятия проводят. Они же говорят о том, что вот предлагаешь людям, да, людям это не нужно. Зачем? Человек говорит, у меня своя вера, я по-своему верю, зачем мне еще вот это вот нужно? Зачем? У меня Бог в душе говорит, зачем мне еще что-то надо? Да, это да, часто. Здесь, правда, вот у нас в одном храме есть, так, мне понравилось там несколько раз, был, дороговато просто у нас. Там вот у них хорошо, и, знаешь, как бы люди едут со всего города, но, правда, как? Это все равно, если взять общее количество православных и даже прихожан того храма, это малое количество. Но то, что в людях я увидел истинный такой интерес искренний, и они рассуждают там и о слове Божьем, и о таких многих вещах, именно в смысле духовных вещах, и они не так, что вот одна-две беседы, а именно они у них проходят постоянно, там раза где-то два недели, уже там много, уже больше десяти лет точно. И главное, что с этими людьми, которые серьезно к этому относятся, так вот, если когда разговариваешь, видишь, что человек, то он как бы другой. И не просто знаменит, там, видишь, ну, из тех, кого, по крайней мере, я видел, может быть, люди могут быть разными, естественно, я разговаривал, люди не просто, которые хотят голову надеть, какими-то там просто датами, знаменами или еще чем-то, а которые, на самом деле, как-то ищут жизнь духовную. Ну, конечно, таких людей меньше. Есть Божие, есть не Божие. Нам вот, хоть он, как бы, эта тема под большим вопросом, и особенно в православии ее обсуждать мало кто берется, потому что тема-то опасная такая, спорная, об избранности, о предызбранности. Есть люди Божие, есть не Божие. Это же и в любой, ну, как, и в храме я раньше тоже, это сам еще не был, как бы, Господа еще как такового, не знал Христа, не знал я. Вот, я всегда видел людей, людей Христовых, да, людей Божьих. Перед ними всегда как-то терялся ты, тебе становилось неловко перед ними, тебе, как бы, совесть начинала. У меня есть брат, он уже, как бы, с женой, они в Вере больше двадцати пяти лет, и вот они иногда приходили, там, у нас, ну, у меня, там, день рождения или у кого, там, вот, они придут, как бы, у нас тут, вау, лянка, пьянка, там, они сядут в стороночке, да, там, полурюмочки вина выпьют и сидят, там, с кем-то мирно беседуют, там. А мы тут, и я глядел на это все. И у меня совесть всегда, вот, как бы, вот, а я думал, почему это происходит? А потом я уже понял, ну, потому что человек Божий, это вот, как сказано в Писании, что обличаем мы всеми собрания, человек, когда заходит человек в собрание верующих людей, то он обличаем всеми, то есть его совесть начинает обличать, глядя вот на этих людей, на их поведение, на их лиц, на их глаза. Вот всегда человек Божий, он отличается. И это невозможно никаким образом приобрести, ни за какие деньги, ни за какие вложения. Это Господь или дает, или не дает. Вот. Вот. И как этому? Об этом и молиться невозможно. А как этого молиться? Чтобы молиться, это надо иметь влечение к этому. А где его, опять же, взять, если Богом не будет дано? Ну, так что, вот, и винить тоже, опять же, людей, тех, которые не знают Господа, это вот правильно, как говорится, ну, если ему не дано, его только пожалеть можно. Вот. И говорить тоже, да, по мере возможности ему, ну, хоть как-то, хоть, хотя бы совесть в нем. Сейчас же много людей, которые, он человек просто по совести, он угнетает себе совесть. Это я недавно еще пословицу такую услышал. Недавно, лет десять назад, стали говорить в мире, что у меня совесть есть, но я ее не пользуюсь. Вот. Никак послушают себя. Совесть есть, но я не пользуюсь. Умышленно в себе заглушают ее, да. А как ее? А как с миром идти в одну ногу? Невозможно. Ну, вот, показывают вот эти, сейчас там всяких Киркоровых, да, ну, я телевизор не смотрю, но вижу иногда вот там в каких-то программах. Ну, чего? Они чего творят-то это же? Ну, с голыми задницами ходят. Ну, как? Это же нужно себе совесть заглушить, чтобы одеть вот такую одежду, правильно? Вот. А и с такими людьми хотя бы не то, что уже, а о Боге им, да. А хотя бы постараться пробудить вот эту совесть и хоть как-то касаться. А уж о Боге, о рождении слышали, о чем там, конечно, там и… Ситуация такая, что в вопросе избрания-то, что люди могут не только, да, как бы, ну, людей вот можно поменять, а человек может и Бога поменять. Скажут, а я не избранный. Примерно так. А хотя, слово-то Божие говорит, что он избрал тех, кого предузнал, да. То есть, понятно, что избрал Бог, но он не просто так, так сказать, без дела, так вот раз и все, а все равно есть некая причина, то есть он все равно предузнал, откликнется ли человек или нет. Ну, тут опять же вопрос, как бы, человек часто может возгордиться, ой, я избран Господом, да, но ты избран как? В каком смысле ты избран? Ты избран как орудие Божие для того, чтобы потрудиться, ты не сам по себе что-то значишь, а Господь тебя избрал вот как тот инструмент, которым он хочет творить волю свою. Тут не себя нужно приносить, а благодарю тебя Господи, что ты выбрал меня из множества инструментов. Я готов тебе служить и поклоняться тебе. Вот, а не то, что все, я избранный, там, я Божий человек, теперь расступитесь, идет царь мира. Или, знаешь, как некоторые… Я-то даже больше с другой, наверное, стороне, как, ну, кровенисты, кровенистка вот это. Что уже даже не в эту сторону, что вот я, а именно… Может быть даже и такое у них есть, но еще и то, что и теперь ты уж и погибнуть-то я не могу. Чтоб я не делал, все равно спасусь. Ну, смысл… Ну, это вот самая страшная штука, конечно. Да, да. То есть понятно, что Бог-то тебе дал шанс. Мол, ты вступил на этот путь, но ты дойди до него. Сатана, казалось бы, это совершенный ангел, да, и тот-то соблазнился, а мы-то кто такие? По духу-то это духовная, духовная личность соблазнилась, которая была превыше всех ангелов, и та соблазнилась, а нам-то чего, кто мы такие, мы черви вообще? Вот видишь, вот это одна из причин, которая побудила, к примеру, когда-то нас начать серьезно думать, а там ли мы, когда мы были в аптисме, потому что, к сожалению, к сожалению, несмотря на все остальное, на нравственную жизнь, на любовь к писанию, к молитве, ко всему, но вот эта сторона, что мы особенные, она муссируется там постоянно, а тем более, к сожалению, в отделенном баптизме. То есть есть регистрированные, а вот есть нерегистрированные, и даже в этом плане, что мы лучше, чем те, это вообще как бы не вплоть. Был момент такой, что было какое-то соприкосновение вообще с церковной историей, с учителями церкви, то есть ну какие-то мысли, что ну не могли же все люди верить неправильно. А понятие такое было, что именно только это. И знаешь такое даже, вот именно о чем ты говоришь, может такой-то сильной гордости у меня не было, у меня были как бы сомнения в этом, но в людях я это часто вижу и до сих пор с кем встречаюсь. Особой избранности, что все-все-все точно в отступлении, и вот только мы. И вот это как бы, это настолько страшно, то есть я знаешь, о чем вообще думаю сейчас, вот смотря на тех, кто еще там, с кем беседуешь. Вот когда предстанешь на суд Божий, нужны ли Богу будут все собрания, все чтения Писания, все нравственные такие как бы дела, если в итоге ты остался в таком положении, то есть ты не понял, что ты недостойный грешки. Видишь там в чем проблема-то? Вот представь, человек приходит, вот он кается. Вот Игнатий Тихонович, как ты такой хорош, тоже примерно это приводил. Ну если даже почитать святых отцов, что и тебя начинают убеждать, что все, теперь ты другой, это ты был грешником, а в тебе страсти все равно какие-то остаются, в плане может быть ты уже их не делаешь, но ты же понимаешь, что ты где-то умом и так далее можешь как-то соблазниться, поступить не так. И вот это все подавляется. И получается, что человек в итоге, вот допустим ты сейчас говоришь, что вот недостойный и понятно, о чем-то нам гордится. Там же, к сожалению, человек, он как бы хвалит Бога, да, он хвалит, благодарит Бога, но своего состояния он перестает его видеть. И настолько, что вот со стороны, к примеру, посмотришь, все те же страсти действуют в человеке, особенно когда это как-то в какой-то ситуации такой жизненной, или если даже наедине так поговоришь. Люди убеждают друг друга, что они спасены, что вот сейчас я умру, вот все, точно на небо попаду. Но когда начинаешь говорить наедине или в своей душе, у меня такое возродилось, я не знаю. Судья Бог, вот насколько наценен. Я вижу, что я недостойный. Надеюсь, я только на его милость. Вот это, к сожалению, там будет уже считаться типа даже, типа ересь, что как-то уже все точно и никакого другого варианта не может быть. Сталкиваюсь частенько. Люди вот как раз, которые говорят, что о чем мне делать, мне уже кается не в чем, да? Не в чем кается. Да как же, не в чем. Они мысли-то настолько, они наполняют голову Джани. Единственное то, что мы их не видим, да, вот эти духовные сущности, по сути, мысли наши, они не наши. Мы выбираем их и делаем их нашими, да? Они роятся, как мухи, я не знаю, как кто. А мы их выбираем, мы не выбираем, одно выбрали. Даже рассмотрение. А зачем она влетела в меня? Зачем ты начал ее рассматривать? Что за интерес был тебе ее? Это уже, это уже как бы, ты делаешь шаг ко греху. Уже в этом стоит раскаяться. Вот. Всегда есть, в чем покаяться. Всегда можно найти в себе грязь всякую. Даже знаешь, интересно, иногда исповедуешься, исповедовался, покаялся, и для себя-то такое желание взял, что, ну, все, теперь я в этом вопросе, ну, к примеру, раздражение, девчонка, уж буду себя влюсти. И Господь именно по милости своей показает, чтобы не было самообмана. Он может допускать так, допускает. Раз, и ты опять это сделал. И теперь единственный вариант раскаяться. Искренне перед Богом, Господи, да, ничего не получилось. Прости, помоги мне там, чтобы на себя-то вообще никак не надеяться. Нас Господь постоянно через искушение идти проводит. Ну да. Знаешь, вот даже не так давно, еще вот у нас один брат тоже присоединился в церкви, через тоже полное погружение. Он живет как раз-таки не в Кирове, я-то в Кирове живу, а в Уржуме. Это 200 километров от Кирова. Раньше я там жил. Вот. И, значит, он пошел на источник. Вот как раз-таки конструктивный. И он говорит, ты знаешь, я, говорит, первый раз исповедовался настолько глубоко во всем, и испытал такую радость. То есть в баптизме, я, говорит, этого бы не смог сделать. Знаешь, там какая еще вот, вот из того, что я тебе сказал, вытекает следующая проблема. Если ты пошел и исповедовался в каких-то вот, ну представь, да может быть мерзких мыслях человека, а может быть, ну не знаю там, я не знаю в чем исповедовался, я просто так, да, говорю. То на тебя уже будут смотреть, как на какого-то, как сказать, второсотного человека. И если вдруг ты, еще он такую мысль даже вот Павел отметил, если вдруг ты потом станешь неугоден, ну то есть не очень там с руководством согласишься или что-то, то это все, вся твоя исповедь потихонечку начинает всплывать. То есть предполагать, да он всегда такой был этот человек и так далее и так далее. И дело даже здесь не в том, что вот, что о тебе подумают. Это была одна, это одна сторона, а именно сторона-то, что освобождение души-то нет практически. И вот Павел-то исповедовался, принял крещение, а потом интересно, он через неделю опять пошел на исповедь или там где-то через полторы. И говорит, у меня вот такая радость, все чистота души. говорит, а потом, говорит, сел я, чтобы не забыть, я, говорю, так волнуюсь, начал записывать, где-то с женой там, к примеру, у них шесть детей, понятно, что бывают всякие такие, кто-то не послушался, где-то раздражался. И опять, говорит, смотрю, двадцать один пункт у меня, говорит, набрался. Именно о чем бы я хотел поговорить. То есть вот человек входит в такую живую истинную, как бы, общение с Богом. А у тебя-то вот в последнее время, вот у тебя как-то ролики были вообще, тебе протестанты как-то звонят, бывает, общаешься ты с ними? Сейчас звонят много, я выставляю это не все, а много протестантов и всех. Конечно, я не знаю, может Господь опять проводит через такие испытания протестанты всякие, всякого рода. Мы сейчас на следующей неделе, может, ролик сделаем опять же о протестантизме, о его зарождении протестантизма и его вот проявлении в мире. Сам Лютер вообще говорил о образованиях вне его юрисдикции, но, допустим, он уже тогда стали от баптизма отходить, некоторые ответвления пошли, да? Конечно, протестантизма, да, протестантизма. Да, да. И тогда он уже называл эти ответвления уже людей, и тех называл бешеными псами, вот, еретиками. С борщами там. Ну да. И что же, и что же это следует? То есть они, протестанты, прикрываются именем Лютера, да, и называют себя протестантами, так сам Лютер называл. Кем вас? И самое интересное, что вот, как раз таки вот, допустим, в отделенном братстве сейчас от Лютера стали открещиваться. Почему? Потому что раньше пока вот это не знали, о чем ты сейчас говоришь. Да, он был некий отец там, а когда потом это все узнали, то теперь они совершенно, что Лютер это как бы не наш, мы к нему вообще никакого отношения не имеем. И они сейчас ищут других там, Мена, Синемас там и подобное. Получается, ты знаешь, как Игнатий Тихонов часто говорит, что постоянно смены мнений у них происходят. То же самое произошло у свидетелей Евгова. Они-то отказались от своих вообще этих истоков, родоначальников своих. То есть они поначалу перетолковывали их, а теперь уже совсем от них отказываются. Это все это сатана делает разделение. Все эти разделения, где всегда найдутся люди, которые по тому или иному вопросу с тобой будут не согласны и отпачкуются от тебя всегда ведь. Ну да. Не проще ли, если уж ты хочешь быть? Но я как бы никогда не принадлежал никакой там из организации. Я всегда один. Это как этот Волан говорит. Я всегда один. Сатана, как говорил в Мастере Мармарита, я всегда один. Ну сейчас много таких одиночек, которые откалываются. Ну ладно, если ты отказался, так и будь один. Зачем ты тогда к себе стараешься привлечь и создать общество людей? А потому что гордость. Потому что человек хочет лидерствовать. Он чувствует себя выше других. Он хочет учить. А Господь сказал, немногие делают с учителями. Да, да. Немного протестантов звонят, предлагают. Ну немного, вот за последние два-три года трое предлагали, как бы давай будем вместе это исследовать, читать Библию. Я говорю, да я зачем с тобой буду читать Библию? Когда у меня вот полно этих толкователей. Выбирай кого хочешь по сердцу, по душе. Зачем мне с тобой еще ее читать? А у него цель какая? Научить меня тому, что у него на сердце лежит. Ну да. Это о чем? О чем вообще? Почему ты взял, что я приму твое? Потому что вот у меня истина. Откуда ты знаешь, что у тебя истина? Человеку вообще очень трудно вырваться. Вот представь, к примеру, просто возьмем фактизм. Человек решил начать читать вопрос святых отцов. Все. Его вплоть до того, что его могут вообще наказать серьезно. То есть ты каким-то там духом заразишься и так далее, и так далее. Вот в этом как бы... И поэтому вот лично у меня все больше и больше, как Игнат Тихонович говорит, как святые отцы говорят о том, что вопрос именно вот отдельной души, спасет со мной или нет. Это вопрос Бога. То есть он знает его совесть, насколько все обстоятельства, почему человек попал туда и так далее, и так далее. А вот вопрос веры в учения, что оно не спасительное, это точно. Все как бы о Христе на самом деле. Даже в хулини некоторые вводят. Ну мне больше всего с другими там... Я совсем стараюсь не говорить с пятидесятниками, с летними. И Вову я как бы вообще в дискуссии не... А с баптистами говорю. Знаешь, вот что я сейчас вспомнил. Я как-то увидел, значит, ВКонтакте. Группа есть. Вообще они как бы... Ну, именно... Я был бы один в баптистах концепции. Это бы... Они против интернета и так далее. В чем-то я, конечно, это поддерживаю. В плане того, что если человек там ползает неизвестно для чего там, какие-то развлечения поискать, а еще хуже какую-то грязь там, этот молодежь, то это да. Вот. И там, значит, такая группа... И обсуждение идет именно, что вы думаете о православии. И ладно бы там были какие-то обсуждения-то, ну, какие-то серьезные. А там ведь люди льют, что попало совершенно. Ну, я как-то там написал, вступился, говорю, ну, зачем вы там... Они, конечно, против этого были. И тут мне написал один человек. И он говорит, вы знаете, я их очень хорошо, говорит, знаю. Для меня, говорит, это вообще сейчас... Он даже назвал чуть ли не не Христи. А что получилось? Представляешь, какая ситуация получилась? Он, значит, познакомился с их сестрой, а сам-то по себе он... Лютианин-то такой человек благочестивый. То есть не просто по названию, но в жизни и вообще так посмотришь по... Вот. Но он познакомился, в итоге они поженились. И чем закончилось? Что сестру это отлучили. От баптизма за это сразу отлучают. И именно, знаешь, отлучили-то с формулировкой-то какой-то. Что общего между Христом и Велиаром? Света со тьмой. То есть как бы это тьма, это сатана типа такого. В конце концов, долго капали и капали ей на нервы. Что тебе надо покаяться и все такое. Ну и она подала на развод, и семья распалась. И поэтому думаю, что... Вот когда, к примеру, просто ты говоришь на нейтральной темы... Вообще... Отличнейшие люди. Но если только вот ты начинаешь касаться... Даже когда ты призываешь людей к церкви, то это очень сильно сразу не нравится. А если еще такое, что вы вообще не в церкви, то вообще как бы совсем другой человек становится. Ну вот меня всегда... Вопросы с какой стороны волнуют? Я говорю, ну если ты ходишь в истине, да, почему ты начинаешь переживать тогда вот по этому поводу? Кто бы там где ни был, что ты так переживаешь-то? Вот за то, что я там православный или как? Ну да. А может быть вот как раз и в человеке совесть вот эта срабатывает, что не все просто так, да? Да. Да, кстати, да. Вообще... Об этом я не думал. Это... Да, так оно и есть. Да, на самом деле. То есть не только может быть, да, срабатывает какая-то в нем злоба, а именно вот что-то... Какое-то ощущение такое, да? Какое-то, знаешь, я сейчас вспомнил, у меня тоже вот собачка есть. Поведение собачек. Когда собака может быть агрессивной не потому, что она злится, а когда она боится. То есть она начинает просто уже страховаться. Иногда, может быть, даже и в душах людей может это происходить. То есть на самом деле ты чего-то ковырнул такого, что может даже человек-то и не раз уже и сам начинал о чем-то думать, но представляешь, как сложен человеку просто даже это осознать, начать. Когда ты отошел от этого, от баптизма? Ну вот я говорю официально, что уже официально вышел, это в октябре, получается, уже 15-го года. А именно вообще расположился и понял, что церковь-то это все-таки, где есть преемственность, уже где-то, наверное, года три, когда уже серьезно об этом так стал говорить. Ну я тебе, по крайней мере, могу так сказать, что, к примеру, из отделенных баптистов уходят очень мало. И уходят даже не потому мало, что не хотят уйти. Тебе практически это не дадут сделать. Но не в плане, что тебя вот как срезали с цепями, а именно убеждениями, постоянными посещениями, бойкотированием. Ну и всем нужно быть в церкви. И понятно, вокруг там могут быть разные люди, там состояние священства и всего. Но даже вот представь, да, вот эти люди, которые как бы протестанты, если бы все они начали правильно жить в церкви, никуда бы не уходили, да, а церковь бы оздоровилась, тогда бы как раз те, за кого они говорят плохо, кто на самом деле недостойно себя ведет и так далее, они бы начинали бежать из церкви. Просто в обществе как бы людей, старающихся жить святой жизнью. Сейчас так и получается, что представь, вот кто-то начинает голос поднимать, ну тот же там, ну если по роликам сидеть, вот Максим Степаненко или кто-то, и этих людей давят. Год три назад с батюшкой, с одним из Питера разговаривал, и его уволили. А уволили за то, что не брал деньги за требования. Представляешь, уволили, за что за штат такого священника. И это же везде, повсюду. Ну, как минимум, если не увольняют, то в деревни куда-нибудь ссылают, и куда-нибудь подальше, и это самое, чтобы в городах не было таких. Да. Я тоже такой случай слышал, что у нас в области, как бы, был такой случай несколько лет назад. Как бы, по их парке подняли цены на требования. Ну, там, видать, кресты все идут, там свеечки на все, на все. А в одной где-то местности, в деревеньке, видать, батюшка-то богоботянный был, у него, как за него свидетельствуют, и одежда-то у него такая, как бы, дорогая. Так они вообще сильно жили, и говорят, да и что с людей брать, у людей денег нет в деревне. И он отказался. Как было, так и если так, у людей денег нет, он все старался бесплатно. Ну, в конце концов, этим же закончилось. Что не дадут тебе. Ну, ты представляешь, если ты есть один такой, ты обречаешь всех остальных. Конечно, конечно. Мне, знаешь, понравился один из тех братьев, от которых, вот, ну, вышли ты, один из братьев, говорит, он же на работе, и он работает, больше десяти лет проповедовал баптизм. Всех звал, там, проклинал церковь, ну, как проклинал, ну, по-всякому там говорил. И тут, представляешь, вот, бог ему такую милость оказал, он, как бы, принял крещение, вышел с баптизма, и ему теперь нужно говорить о другом. И ему люди-то стали вопрос задавать. Да ты же нас другому учил. Ну, да. А представляешь, как это, и мне понравилось так, он, говорит, я, говорит, сказал, простите, я заблуждался. Бог. Бог, где сила. Бог, где уважать будут тогда, зауважают. Да. Мне тоже, кстати, перед родственниками тоже было точно так же. И перед родственниками, и перед другими, там, братьями, сестрами, что ты же сам говорил. И как раз таки, оно, правда, знаешь, в этом победа. То есть ты где-то через себя переступил, через свой гость, но именно победа и отношения с людьми это не портятся. Это очень ошибочно, это сатана так вливает голову, а по сути перед человеком тебя начинают… Ты знаешь, это элементарно, я вот тоже с родственниками у меня было такое, ну, умерел постоянно, двух там. Я говорю, да подойди, примирись первым, ты, наоборот, в его глазах. Он говорит, да как это я буду к нему первым подходить? Я говорю, да ты, наоборот, в его глазах поднимешься. Да нет, куда поднимешься? Вот. А сатана-то обманывает здесь. Да, сатана-то говорит, что ты опустишься. Да. Да. Слабость свою покажешь. Слабость, да, она вот именно, вот эта слабость, Христос же ее показал, она насколько велика вот эта слабость. Да, да, да. Конечно. Сатана, он, он все, что хочешь, лишь бы только неживого Бога. Главное, чтобы неживой и все. Ну да. Да. Человеку-то сложнее всего во что поверить, что Бог жив, что он рядом с ним, что он предлагает ему. И вот спрашиваешь человека, ты веришь, что Бог, есть царствие Божие, верю, а ты веришь, что ты станешь, воскреснешь и будешь. Да ну как-то. Тяжело человеку представить, что он понимает, что он может измениться, что он как после смерти воскреснет. Ну как это, это невозможно, это, ну как Господь сказал, для эллинов безумие, для язычников и для эллинов это, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Ну безумие, да ты что, о чем ты говоришь? Воскрес, да, сгонил человек и воскрес, ты о чем говоришь? Раньше, да, это было безумием, но сегодня же ученые доказали и открыли и атомы, да, и ядро атома там, и кварки, которые составляют это ядро атома, и глубже уже полезли, и по сути оказалось, что атом это пустота, что это ничто. Материя состоит из ничего. Как это вообще возможно? В Библии так и написано, что из ничего Господь создал все. В начале было слово, да? Да, и что интересно, что человек не может поверить и часто опирается, ты знаешь, даже на то, что я не понимаю и поэтому не могу поверить, не могу представить, не могу осознать. Но при этом в мире, не только в природе, а даже в том, что сам человек создал. человек не понимает многих вещей, ну, возможно, особенно в сегодняшнем усложненном таком мире. Каждый пользуется, там, ну, компьютером, там, сотом, таким телефоном. Человек не понимает, как это работает. Если ему будет кто-то объяснять специалистом, он так его, может быть, и не поймет, как это все работает. Но он этим пользуется и принимает на веру. Я лет 12 назад столкнулся с паренью, одним он компьютерщик, ты знаешь, как он уверил, Господь ему открылся, уверовал, как, ну, просто, понимаешь, он, он его просто ошарашил, он говорит, меня как будто кувалдой по голове ударили, а он был абсолютно неверующим человеком, ну, так, знал немного, да, о том, что будет воскрешение мертвых. Вот, и он как раз тогда разрабатывали ту программу, которая способствует сегодня восстановлению файлов. Допустим, ты можешь на компьютере в корзину файл, да, и из корзины его вообще удалить этот файл. Понимаешь, то есть его не существует вообще даже в природе. Он где-то есть в эфире, в каком-то непонятном эфире, да. И вот сейчас создали такую программу, которая может вызволить из ничего этот файл и восстановить его. Понимаешь, когда только создали эту программу, и парень столкнулся, он просто, он говорит, я чуть со стула не упал, когда я, ну, я вспомнил о том, что таким же образом и люди воскреснут. То есть Господь их вызовет из ничего, из небытия. И вот даже об этом задуматься, а сегодня легко этим пользуются, это легко доступная программа, вот. Это и есть прообраз воскрешения. Да. Да и вообще много чего, как бы прообраз воскрешения, это много чего вообще есть, да. И вот это такой наглядный пример и в природе, и во многом есть. Есть. И как-то, ну, мы привыкли к этому, воспринимаем это спокойно. А вот именно, да, когда вопрос становится о воскресении мертвых, о будущей жизни, то здесь человеку, наверное, без веры вообще практически невозможно никак это принять. Это человек ко всему привыкает абсолютно. Он, оно, блаженство, рай в чем заключается? Что там все будет неповторимое. Это у кого-то из святых есть такое высказывание, что первые там несколько, ну, там времени не будет. Ну, как относительно, допустим, несколько миллионов лет человек будет только ходить и удивляться, да. Он каждую минуту будет сталкиваться с чем-то невообразимым, необъяснимым. И опять же, по сути, своей человек привыкает. Он вроде, он увидел, да, чудо, но опять же, прошло какой-то отрезок времени, он раз к этому привык. Вот. Тут ему, Господь, новое чудо. Это вот, знаешь, как есть у нас такое тоже, что ангелы Богу поют, да. Ну, казалось, мне надоедает петь, да. А то и то же поют, поют, аллилуйя там, аллилуйя. Да и все уже надоест еще раз. А они просто, они настолько удивляются вот этой славе и вот этим чудесам, которые от Бога идут, они просто, видя вот эту вот славу Божию, Его вот это величие, они каждый раз восклицают, аллилуйя, аллилуйя, слава Господу. Они просто каждый раз, и вот мы будем участниками вот этого торжества. Ну, да. И видишь еще то, что сам Господь, мы назовем так, вообще, ну, Он же безграничный. То есть никогда не будет предела, чтобы человек, Господа, мог познать до такой степени, что ему больше нечего познавать. То есть вечности на это не хватит. Хотя там и времени нет. Да, ну, определения у Господа, определения нет. А что значит определения нет, это, это же невообразимо. Мы себе представить не можем бесконечность, что такое бесконечность. Я вот помню, мы в школе раньше школьниками еще были там, я не знаю, в классе пятом, в седьмом, может. И вот ходили, вот давай представим, что такое бесконечность. И вот сядем на лавки, и аж голова начинает кружиться. Да как это, как это можно понять, да? А это Бог, который создал эту бесконечность. Ты представляешь, Он ее создал. Это кто такой тогда может быть, если Он создал в то, что невозможно поверить? Да. А слушай, а как ты думаешь, Сергей, знаешь, вот эти некоторые, ну, ученые, там всякие вот эти, такие бывают, доказательства, какие-то формулы вот той же бесконечности. Например, что вот нужно понять это так, так, в виде какой-то там, не знаю, спирали и так далее. То есть вот, может быть это все сильно умно, конечно, но для меня это, вот лично для меня это кажется полнейшей чушью. Что она тоже как-то, в конце концов, как бы становится конечной в их направлении. Да это, это я недавно только смотрел какой-то фильм документальный. Вот они выводят какие-то формулы, да, в измерениях времени, там, или пространства, вот. И когда, да, они делают определение, допустим, пространства, да, что пространство можно измерить с помощью каких-то кривых, там, изменений времени. Вот. Но когда они выводят формулу и сопоставляют ее, допустим, формулу времени и формулу скорости, у них несовпадение вообще, противоположности появляются и появляется еще больше вопросов. Вот. И если взять в 100% эквиваленте, то есть из всего доказанного, если это взять в 100%, 6% можно более-менее как-то объяснить, всего лишь 6%. И над чем они там трудятся, голову ломают, это вообще непонятно. И они все только в догадке возводят и все. И в этом мире ничего нельзя доказать. Ну как? Они не могут объяснить даже, казалось бы, самое простое, да, вода. Из чего состоит вода? Ну какой ты ученый, кто ты такой, если ты не можешь объяснить. Ну да, создал ты формулу, это кислород-водород, понятная составляющая. Ну сделай, попробуй воду. И сделай, и сделай, и возьми, и сделай. Ну да. Да, так и есть. Да даже возьми, к примеру, вот эти все, к примеру, достижения там, ну вот там ученые что-то там вырастили, такую-то там клетку или там это, вырастили это из готового. Конечно, все из готового. Самим-то все равно. И давно бы уже, в принципе, вот если бы, скорее всего, были бы в науке, больше было бы людей верующих, то, скорее всего, даже благодаря науке уже много бы людей просто бы обычных приблизились к Богу, стали бы задумываться об этом. А видишь, оно наоборот все действует. Стараются, так сказать, обратно, стараются даже вещи удивительные, непонятные. Вот даже, даже той гордости ты сегодня говорила, да хотя бы это уже признать, что мы не знаем, мы там это, некоторые есть голоса, а в основном-то еще иногда, знаешь, видишь, к примеру, какая-нибудь передача и там какой-нибудь ученый, который такой вид имеет и такой, что все вокруг, назовем так, темные люди, и только он один знает, и Бога-то никакого нету и так далее. Просто даже диву не удивляешься. Гордость житейская. А ну чё ж, вот возьми любое сейчас, любое из достижений, ведь тоже один ученый недавно выступал, он говорит, за последние сто лет открытия, все даже, все последние открытия Эйнштейна там, они, опять же, под сомнение ставятся, и он говорит, рано или поздно нам надо признать фиаско. Все это под сомнение поставили, все, и закон тяготения, и все на свете. Физики говорят, я недавно прочитал, чтобы провести простейший гравитационный эксперимент, нужно затратить 150-200 миллионов долларов. Я трачу час времени на подготовку из двух палочек, я вам могу их показать потом, которые потом покажу, как притягивают и отталкивают друг друга. Физики это явление объяснить не в состоянии, а я говорю, это гравитационный эксперимент. Притяжение и отталкивание, обратите внимание. Сейчас в физике существует постулат, что в гравитации есть то однозначное явление, однонаправленное, притяжение. А я показываю и притяжение, и отталкивание в одном эксперименте сразу. Существует гравитационное притяжение и гравитационное отталкивание. Но не притяжение массы. Закон Ньютона, гравитационный закон, закон системного тяготения, не показывает механизм протяжения. И поэтому сказать, какой там механизм нет. Ньютон сказал, массы друг друга притягивают. Я в это не верил. В школе, когда мы стали в таком протяжении ручать, я сказал, ребята, такого быть не может. И потом оказалось, что я прав. переход к кагу. Ну вот, стакан двигается. Вот так пл 2-е. Эту двигатель тебя тоже пл 2-е, по всякому. Все преднеты двигаются. Всякое движение, с помощью вот своей поверхности, сжимает и разжимает эфир, создавая волны. И вот волн сжатия и растяжение двигаются от колотила. Это и есть грацина волны. Результат. Когда мы подносим палочки на такое вот расстояние, то на этом расстоянии палочки и одной, и второй совпадают фазы. Ты инженер. Ты знаешь, что волновые взаимодействия происходят за счет косинуса φ1 минус φ2. Так вот, если косинус равняется единице с плюсом, то у нас протяжение. Если равен 90 градусам, то есть нулю, то у нас ни того, ни другого. Если равен минус единице, то у нас отталкивание. Когда я вот так вот подношу, то у него что происходит? Вот он здесь сразу пошел. Что происходит? Вот это вот расстояние, как раз фазы совпадают. Получается, плюс единица, и он тащит ее. А когда на такое расстояние подвожу? Куда я, правильно или неправильно? Обалдеть. Обычно эти китайские палочки, да? Которые? Да, да, да. Вот такие пироги с пышками. Эксперимент гравитационный на 200 миллионов долларов в вашей комарке. Без всякой бюджетовки. Предмет в свободном полете, да? Вот, и запускают. Такое сделали, ну как это называется, барашек, да? В простонародье такой, ну, закручивается винт. Столы раньше вот барашками такими закручивались. И вот в космосе такой барашек запустили. Он переворачивается на 180 градусов. Продолжение следует... Как, что это сработает? Что это за новый закон такой срабатывает, понимаешь? Вот, и под сомнение уже вот этот закон и притяжение поставили, и тяготение там, и все на свете. Да ну и все, то втает, то... Они там, они просто деньги зарабатывают из государства, тянут деньги на открытие различных этих брендов, там, корпораций каких-то, я не знаю чего. И все. А разводят государство на деньги, а никто ничего по сути открыть-то и не смог. Ну, изобрели самолет, автобус. Вот. Да. Ну, ничего, поговорили. Ага, ну давай, Сергей. С Богом. Рад был с тобой познакомиться. Субтитры создал DimaTorzok